зачем ты организовывал эту конференцию зачем она нужна украине и чем ты руководствовался при ее создании всегда есть наверное такие личные мотивы и общие личные мотивы потому что мне хватало конференции она была одна весной и во львове и все и я хотел на начале проводить такой восточной украине это в харькове и потом переехали в киев мне лично такой не хватало с одной стороны с другой стороны очень классно когда ты делаешь что же тебе нравится я получаю кайф это как наркотик ну конечно стрессово но потом когда это все уходит супер для индустрии многие приезжают и спрашивают будут ли тут заказчики но нет короткий ответ да здесь приезжают сейчас у нас с норвегии спикеры там с америки и участники но самое важное что это точка где можно объединяться знаниями фишками идеями и наша цель такова таковая но по сути реализуется чтобы люди встречались раз полгода сейчас мы сделали в киеве прошлые полгода в весной мы делали минске сейчас мы думаем где-то еще чтобы не встречались обменивались информации уже узнавали друг друга и по сути это все толкало нашу эти отрасли особенно бизнес бизнес часть а скажи с чего все начиналось ну началось как ни странно со львова мой товарищ ростислав он организует похоже конференцию вот она чуть более официально я бы сказал и вот началось того что мы собрались с ним еще с одним белорусом и они мне они мне помогали первое время и мы организовали в 2013 году в харькове сейчас это уже пятое а вообще куда движется out source people то есть по сравнению с тем что было и что сейчас куда он движется ну мы начинали с где-то 200 человек в харькове сейчас тоже тысяча сегодня было зарегистрировано там где-то тысяча какой-то там 5 или 6 участник у нас было два потока сейчас это уже 5 и я думаю что качество аудитории очень сильно меняется она меняется наверное не только и не столько из-за конференции но и вообще айтишники бизнес бизнесмены айтишники они становятся более грамотными умными и приходится разворачиваться находить более интересных новых спикеров которые еще не было новые темы которые не были затронуты и я думаю что в этом смысле растет с одной стороны с другой стороны я думаю что мы делаем все это профессиональный профессиональный многие участники которые ездят на конференции штата говорят что у нас уровень уже если не выше но уже на таком же подходе мы постоянно стараемся сделать какие-то новые идеи новые фишки мы пробуем постоянно что новое и стараемся сделать так чтобы это была самая впечатляющая конференция в украине даже в восточной европе очень круто а хорошо а чего следует ждать от следующего out source people ну это планы дай бог что получится мы хотим сделать восточноевропейский форум собрать представители индустрии больше румынии белоруссии россии возможно стран балтии в украине и мы считаем что это лучшее место для такого сбора потому что не нужна виза здесь не очень дорого это делать и украина лидеры восточного региона круто а чем еще помимо от source people ты занимаешься вообще многие удивляются но это мой такой если не побочный проект но второстепенно основной у меня своя компания слабо до студия нас в харькове нас 50 человек вот у нас уже есть профайл на долл и в общем то я пишу под этим профайл достаточно много и собственно нахождение в этом бизнесе помогает лучше понимать свою аудиторию потому что есть целевая аудитория всегда думаю было бы мне это интересно послушать или нет с другой стороны знакомство с представителем отрасли очень сильно помогает развитие своей студии своей компании потому что это мой обмен заказами знаниями и помощь консалтинге консультациях какие-то общие проекты вот например сейчас один из проектов мы делаем совместную групповую поиску в берлин то есть мы 10 компаний объединились вместе мы вместе готовимся вместе ищем там назначаем встречи едем тусим и возвращаемся вот я считаю что вот что может делать консолидация отрасли а вот скажи как для новичков каких подводных камней стоит остерегаться когда ты начинаешь работать вот в серии айти с чем он может столкнуться с какими ты сталкивался трудностями как-то их преодолевал но я начну немножко с другого не не про себя вообще что если вы пришли в эти отрасли только за деньгами то вас ждет разочарование пошли с много нужно вжобывать да много много работать с этим могут быть сложности нет такой красивой жизни как может показаться стороны чем я сталкивался наверное очень многие вещи непонятные непонятно там не знаю как находить клиентов или бывают сложности в твоих проектах и очень важно понимать что вокруг люди не враги я не скажу не знаю как как далеко на долине но украине очень много открытых замечательных положительных людей которые можно обратиться за советом возможно какие-то сложности но все это очень нереально побороть главное чтобы это вам нравилось какие ты используешь ресурсы возможно блоги сайты которые ты бы порекомендовал очень интересные ну наверное да один из самых двое самых известных источников доуэйн особо так ничего и и не добавишь я бы даже не сказал ресурсы не только ресурсы но старайтесь найти комьюнити сообщества людей как онлайн так и живое где вы сможете обменяться получать информации и я многие не находил и поэтому создавал сам и принципе это была пустая зона так мы создали клуб директоров в харькове мы создали клубы слезов клуб организаторов эти конференции вот поэтому если такого нету сообщества то вы подключаетесь иногда конечно полезнее если вот есть реально какая-то сложность полезнее бывает даже не просто перечитывать кучу блогов а найдите книгу потому что она собрана и более более системно блоги очень помогают плане новостей а вот как айти компании можно заявить о себе как привлечь инвесторов в свой бизнес если мы говорим про сервис на эти компании то потребности особых в инвесторах у них нету сейчас поступают заявки на покупки ну вот не все готовы только что у нас была дискуссия на эту тему лишь там знают три процента готовы продавать своей компании поэтому в инвестициях вопросов нету более того инвестиции их можно даже загубить может у них будет личные деньги они будут разбрасываться если это стартап я наверное вот не подскажу никогда этим не занимался 2016 год уже подходит концу какие твои прогнозы на семнадцатый год вот серия эти индустрии что нас ждет украины или вообще украину но в общем-то все гораздо радужнее чем было раньше я думаю что все кто хотели уехать вот так массово во время вот этих ситуаций в востоке уже случилось и мы вернемся к темпам ростом которые были там 30 процентов взрослым мы видим по аудитории вот тысяч человек приехали у нас не самые дешевые билеты и я удивился очень мало приехал с киева скорее всего это хорошо это значит столько людей готовы свободные воскресенье суббота и мы сейчас воскресенье затронут пятницу приехать сюда делать это наша в общем-то элита те люди которые драйвят это значит что они им интересно образовываться интересно общаться они готовы к чему-то к открытому я считаю что это лучшая часть нашей наше общество даже украине но это показывает что все будет расти все будет у нас хорошо представь что твои сотрудники скомпилировали тебе лампу из которой вылазит джин и говорит эй у тебя есть одно желание каким оно будет я хотел бы чтобы насилия чуть было меньше у меня случился очень большое чудо в жизни под 10 дней назад родилась дочка ну вот может это банально звучит но я бы хотел что то что сейчас случается в сирии то что у нас было настолько украине чтобы прекратилось замерло все стало хорошо чтобы все росли семьи чтобы у нас были наверное в украине были очень дружные родственники которые встречались у нас было больше этих отношений с семейного счастья родительского счастья вот наверно туда я хотел бы мне зовут павел обет я основатель конференции аутсурс пипл и руководитель айти компании слабо да студио take it easy